Незапланированные каникулы бьют по карману абсолютно всех сфер жизни. В том числе и культурные. Официального карантина в Беларуси нет. Опыт прошлого полугодия подсказывает. Пережидать в изоляции дорогого стоит. Тем не менее, меры предосторожности приняты. Некоторые учреждения переведены на дистанционку. Другие же окончательно не закрывались, а ситуацию восприняли как возможность. Ушли на позитиве не только в онлайн, но и экспериментируют с формой и подачей в оффлайне. Например, Национальный академический драм-театр имени Горького. У этой труппы дома ремонт. На время передислоцировались на сцену Дворца профсоюзов. И уже сегодня возобновляют показ спектаклей после вынужденного перерыва. Об этом и не только моя коллега Нина Можейко пообщалась с заслуженным артистом Беларуси Андреем Душечкиным. Андрей Андреевич, спасибо вам большое, что уделили нам время и внимание. Вы знаете, очень приятно, на самом деле, встретиться на родной локации, скажем так, русского театра, Национального академического драматического театра имени Максима Горького. Мне кажется, что, конечно, ситуация необычная. Мы с вами находимся в пустом зале. Хотя, безусловно, и это сложно не признать, русский театр на дефицит внимания зрителя не жалуется. На каком крючке держите зрителя? Театр имени Горького – театр с огромными традициями. Мы все-таки открыли 88-й сезон. Великолепное поколение, которое здесь работали, великих артистов, все это воспитывало своего зрителя. И, конечно, эти традиции сохранены до сих пор. Сейчас тяжелые времена, мы сезон-то начали. Пандемия просто убивает все театры. Мы сыграли пару спектаклей, у нас заболели люди, мы вынуждены были остановиться. Сейчас мы поставили опять спектакли. Очень надеемся, что кто-то к нам придет. Но дело в том, что сейчас пришло такое время, когда я убежден, один человек сидит в зале, один, а мы все равно должны сыграть. А мы сейчас нужны и именно для серьезного разговора со зрителями, с человеком. Все-таки без господдержки, как смогут выжить театры в Беларуси? Нет, я хочу сказать сразу, были периоды, когда мы не играли спектакли по месяцу вообще. Потому что у нас элементарно болели люди. Все это время государство платило нам зарплату. Нас практически содержали в трудное время, учитывая, что мы не работаем, мы не функционируем. Не говоря уже о том, что мы, ну уж прибыли мы точно не приносим. То есть государство взяло на себя ответственность, допустим, за наш театр, в трудной ситуации. Нас не отправили на полставки в отпуск. Я не знаю, везде ли в коммерческих структурах или в западный уклад в творчество. Государство бы себя именно так повело. Вы вот из потомственной, скажем так, артистической семьи. Бывает, конечно, часто, что от обратного дети идут, да, и совершенно насмотревшись на перипетии родительские какие-то, да, не хотят по этой стези. Ну вот о вашем случае, что стало таком определяющим в этом плане? Наша профессия – это не работа и зарплата. Это миссия, это служение, это судьба. Тем более, что с этого алтаря ты можешь говорить обо всем. О проблемах в обществе, о добре и зле, о черном и белом. Тебе дано это. Ты выходишь на сцену, зритель пришел для того, чтобы услышать это, чтобы с тобой вместе об этом поговорить. Такого права дано не всем. А ты можешь, артист, это делать. Вот именно та кафедра, с которой, можно сказать, миру много добра. По поводу того, что театр – это дом для вас. И, в общем-то, вы знаете, мы сейчас с вами находимся здесь, в зрительном зале, и даже у меня какое-то ощущение немножечко есть, что я вот у вас в гостях дома. То, что происходит сейчас вот у ваших коллег, все это знают, все читают новости. Как вы относитесь к этому, когда смешиваются понятия, и когда сцена становится политической ареной? Для вас это уместно? Творчество, искусство, оно выше политики. Творчество существует и бьет в сердце человека. Оно определяет морально-нравственную проблему, а не политическую. Зрителям не хватает этого духовного разговора. Так они должны быть, эти музы, это стихотворение должно быть написано, этот спектакль должен быть сыгран даже для одного человека в зале. Значит, он пришел, ему это нужно. Я надеюсь только на одно, что, ну вот мои коллеги, например, по Купаловскому театру, которых я уважаю, с которыми мы вместе прошли многие творческие ситуации, что они разберутся со своими проблемами. Их вид ждут зрители, которые их любят, которые их только на них ходят. Они ждут их спектакли, которые вот сейчас были, очень бы были нужны. Тутейшие, Павлинка, Король Лир, Шагал. У них же прекрасный репертуар. Получается, что его нет. И я очень надеюсь, что Купаловский театр воспрянет и зрители, которые их ждут и любят, придут к ним в зал, и все будет хорошо. Спасибо вам еще раз за беседу. Желаем вам творческих успехов и ждем обязательно окончания наконец-то. А мы вас взяли на наших спектаклях. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Спасибо.